Библейский портал экзегет.ру представляет Он как раз говорит только с Иовом, и говорит предельно лично, и в 38 главе говорится очень много о том, понимаешь ли ты, Иов, как устроен этот мир, он сотворен мной, говорит Господь, и он устроен разумно, но ты знаешь ли, как он сделан, можешь ли поэтому повелевать заре, чтобы она стряхнулась с земли нечестивцев, или ты все-таки должен как-то это дождаться и определить по-другому. 39 глава продолжает этот разговор, и тоже странная вещь, в конце 38 Господь перешел от общего устройства мира к конкретике про животных и птиц, про то, что Он загоняет добычу для львийцы и для ворона, чтобы птенцы и львяты, соответственно, насытились. И в 39 продолжается эта тема животных, которые получают от Господа какое-то разумное мироустройство. 39. Определишь ли, когда горным козам рожают, следишь ли ты за родами ланей, сочтешь ли, сколько месяцев вынашивать им, и когда принести потомство, когда присесть, разродиться и вытолкнуть бремя наружу, чтобы росло и крепло на воле их потомства, а затем оставило их навсегда. 40. Вот смотрите, и продолжение рода у животных – это тоже забота Бога. 41. Вот ведь и рода – это страдание. Охота там вышеупомянута, охота – это смерть для добычи. И рода – это страдание, но у этого всего есть смысл и назначение. 41. Кто пустил на волю дикого осла, а награ от пут избавил. 42. Это дикий осел, они водились тогда, довольно такое существо абсолютно независимое и, может быть, не очень приятное на вид, не тот образ, о котором мы будем думать, но и он оказывается частью этого замысла. 42. Вот не самое красивое животное, которое бегает там на свободе. 43. Я поселил его в пустыне, солончаки сделал его жилищем. 44. Смешна ему суета городская, не слыхал он криков погонщика, пасется, бродя по холмам, выискивая каждую травинку. 44. Вот его присутствие в этом мире не бессмысленно, и он красив по-своему. 45. Захочет ли тебе служить дикий бык, заночует ли подле твоей кормушки? 45. Привяжешь ли такого быка к сахе, чтобы вспахал он для тебя долину? 46. Доверишься ли его могучей силе? Порочишь ли ему свою работу? 47. Отпустишь ли его, чтобы он вернулся? Сам зерно на твоем таку собрал? 47. Дикий бык. Вот оказывается, в природе есть силы неподвластные человеку. 48. Есть домашние валы, коровы, быки, которые работают и дают там молоко и все прочее. 49. А есть дикие, которыми человек управлять не может. 50. Более того, дикий бык, человеку с ним лучше не встречаться. Затопчет, забодает. 51. Радостно хлопает крыльями страус. 52. Крылья малы, но какие перья! 53. Его самка оставляет на земле яйца, чтобы в пыли они грелись. 54. Не заботится, что кто-то их растопчет, что дикий зверь их раздавит. 54. Жестока она к своим птенцам, как к чужим. 55. Не боится, что прахом пойдут все старания, потому что мудрости не дал ей Бог, разумом не наделил. 55. Но едва она распустит перья, всадника шутя обгонит. 55. Или вот страус. Довольно глупая птица, действительно так, но красивая и как быстро бегает. 55. Странно, вот зачем здесь этот страус, как дикий бык, что человек не владеет всем миром, что есть дикие животные, страус он обгонит всадника, то есть даже есть такая птичка, которая бегает быстрее, чем человек на лошади скачет. 55. А я думаю, что это еще рассказ о сложном устройстве мира, о том, что в мире есть домашние дикие животные, есть стихийные природные силы, есть какие-то такие вот бурные процессы рождения, смерти, охоты, всего остального. 55. У него есть сложное устройство, которого Иов просто не понимает и поэтому не может оценить, в чем здесь мудрость, в чем здесь справедливость, в чем здесь праведность и так далее. 56. Ну, кстати, о всаднике, раз мы о нем заговорили. 56. Ты ли дал силу коню, одел его шею гривой, научил его скакать, как саранча? Могучий храп его страшен. Радостно он копытом землю бьет, рвется, что есть моча в битву. 57. Над опасностью смеется он бесстрашно, даже меч его не остановит. 58. Брицают над ним колчан, сверкают копье и дротик. Бойкий топот его копыт пожирает землю. 59. Не стоит он на месте, трубу услышав, запоет труба, и он кричит. 59. Такое подражание конскому ржанию. 60. Издалека чует он битву, крики вождей и войско клич. Какой красивый конь, да? Вот как красиво устроен мир и разумно. Сколько в нем всего разнообразного. Иов, ты ведь не понимаешь, как это сделано. Ты не понимаешь, как это внутри себя работает, как одно связано с другим. Или вот. По твоему ли замыслу сокол парит, подставляя крылья южному ветру? По твоему ли слову, орел взмывает и бьет себе гнездо на вершине? Обитает он на утесе, на зубце скалы неприступной. Оттуда выслеживает добычу. Далеко глаза его видят. А птенцов он выкармливает кровью. Где есть труп, туда он летит. Вот потом это в Евангелии, кстати, будет поговорка, где будет труп, нам соберутся орлы. И снова, и снова тема смерти, страдания, охоты – это часть этого мира. Смерть, страдания, охоты – часть этого мира, который устроен прекрасно, разумно, благородно, разнообразно. Иов, ты не понимаешь этого. Вот, собственно, и ответ. Ты не знаешь, как это работает. И еще сказал его Господь. «Пусть этот спорщик и всесильному прикословит, пусть ответит тот, кто упрекает Бога». Вот звучат уже слова такого конкретного упрека, гораздо мягче, чем говорили друзья и легуны, потому что Богу не нужно доказывать свою правоту или как-то вот сильно принижать его. И ответил Господу Иов, я ничтожен, что отвечу тебе? На уста себе ладонь налагаю. Я сказал один раз, не стану продолжать. Дважды сказал, а теперь умолкну. Здесь можно было бы закончить книгу. То есть, пришел Господь и сказал, мир устроен разумно, мир устроен мной, ты этого не понимаешь, поэтому ты не можешь устроить в нем справедливость. Ну и, кстати, да, всякий раз, когда человек пытался устроить на земле рай, например, в нашей стране в 20 веке, в общем, получалось гораздо хуже, чем до этого было. Человек не владеет вот этими тайнами высшей справедливости этого мироустройства, его сложности и полноте. Поэтому лучше ему не пытаться это все для себя сделать. Но книга не заканчивается на этой главе, есть еще 40-я, и там еще парочка. И что-то еще важное Господь скажет Иову, а Иов что-то очень важное от него услышит. Ну, прочитаем в следующей главе.